Открываем двери в мир лучших методик образования. Физика студенческого тела в период сессионного давления. Татарская музыка зазвучит по-новому. Всем привет! В эфире универ Ньюсов студии Камиля Глякберва. Представители 40 стран мира стали участниками международного форума министров образования «Формируя будущее». Минувшим утром он стартовал в столице Татарстана. На месте событий побывала моя коллега Маргарита Михайлова. Ни для кого не секрет, что качество образования – вопрос, который рождает жаркие дискуссии, в какой бы стране мира вы не находились. Это та сфера, которая требует постоянной модернизации, начиная с создания комфортных условий обучения и заканчивая подготовкой квалифицированных кадров. Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы является адаптация лучших практик и обмен опытом. Международный форум министров образования «Формируя будущее» – площадка, которая объединила представителей более 30 стран мира. Минувшим утром он стартовал в столице Татарстана. В ближайшие дни участники форума обсудят роль образования в развитии экономики и доступность качественного обучения. Зачастую страны, которые привыкли, как говорится, верховодить, они вместо того, чтобы заниматься своей системой образования, они просто начинают работать в качестве пылесоса, вытаскивая лучших людей, которые воспитаны, образованы в других странах, вытаскивая их к себе. И таким образом пытаясь увеличить разрыв между своими возможностями и возможностями других стран. Мы это знаем, мы к этому готовы. Я думаю, главная наша задача – не только создавать хорошее системообразование, но и вместе с нашими коллегами из промышленности, из самых разных сфер создавать привлекательные рабочие места. В ходе пленарных сессий были представлены самые перспективные направления современной системы образования. Особую роль сейчас играют не только методические наработки, но и способы взаимодействия с учениками и студентами. Так в настоящее время ведется активная работа по внедрению цифровых образовательных ресурсов. Также уделяется внимание психологическому здоровью школьников. Развиваются платформы, на которых они смогут получить бесплатную консультацию онлайн. Мы сейчас создаем систему такого цифрового психолога, когда ребенок может опосредованно получить ту или иную помощь, не только в очном формате с психологом или учителем, потому что зачастую ребенок стесняться может, но профессиональную психологическую помощь получить, используя интернет. Участники форума также смогли посетить выставку ведущих образовательных организаций. О своей работе с зарубежным коллегам рассказали представители Казанского федерального университета. Если к нам подходят делегации, которые не так много знают о Казанском университете, они в первую очередь удивляются нашим масштабом. А те, кто давно и хорошо знает нас, те подходят с конкретными вопросами, с конкретными предложениями и с уточняющими вопросами. Также представители учебного заведения смогли обсудить с участниками форума использование цифровых технологий в образовательном процессе. Могу сказать, что мы одни из лидеров в области цифровизации образования. У нас накоплен большой опыт как в непосредственных цифровых образовательных ресурсах, так и в методике их освоения, обработки. Ну и, естественно, такая вещь, как индивидуальная образовательная траектория в курсах дополнительных образований, в основном образовании у нас тоже присутствует. Есть проекты, связанные с подготовительным факультетом, то есть это подготовка, довузовская подготовка, проект платформы «Студерус». Там представлены направления, представлены предметы, которые ребята могут изучать еще до поступления в университет для того, чтобы сдавать успешно внутренние вступительные испытания, либо готовиться к каким-то другим профильным программам обучения для профессионального развития и профессии в будущем. Ну, соответственно, наша профильная для меня, так как я являюсь ответственным секретарем приемной комиссии, это наша платформа «Буду студентом», социально-образовательная сеть, которая агрегирует в себя много разных сервисов, начиная от участия в олимпиадах и конкурсах, заканчивая процедурой поступления. В первый день форума на пленарной сессии своим опытом поделились представители Министерства образования Армении, Таджикистана, Сербии, Кубы и Центральной Африканской Республики. Уже завтра состоятся круглые столы и многосторонние встречи министров образования. Культура Татарстана славится не только своей кухней, легендами, историей, но и музыкой. Сейчас молодое поколение все больше старается внести в привычные мотивы любимых песен новый взгляд. Моя коллега Аделина Абдрахманова расскажет о новой группе, которая продвигает молодежные направления на татарской эстраде. Сложные вокальные постановки, инструментальность, мелодичность, национальные мотивы – все то, что когда-то считалось отличительной чертой татарских песен, сейчас не пользуется популярностью среди молодежи. Однако у татарской эстрады появилась новая ветвь развития – глоток свежего воздуха для слушателей песен на родном языке. Первая в Татарстане группа парней, которая сочетает в себе татарскую культуру, современность и хип-хоп. Идея о создании первого татарского бойс-бенда пришла в 2018 году в студии продвижения. Когда мы создавали такую группу, хотелось, чтобы это было стильно, модно, молодежно, с таким современным звучанием и, соответственно, современной подачей. Хараш, что в переводе означает «взгляд». Такое название носит группа, которая меняет отношение молодежи к национальной музыке, а также популяризирует изучение татарского языка. Быть первыми в чем-то новом – это всегда ответственно и сложно, однако ребят не пугали трудности. Идея – все, что было важно. Мне было очень сложно. Я пел, но никогда не танцевал, не умел и никогда не старался. Для меня это было вот прям… нужно было очень стараться. Но, наверное, из-за того, что было желание, и это видели и ребята, и руководители, что-то получилось. Открывать двери самым первым – это тяжело, нужно найти ключи. И поэтому, что бы мы ни делали, мы сначала, так скажем, немного боялись. Как это воспримут, как это не будет ли прям шквал хейта. Вокальные репетиции, занятия общей физической подготовкой, сложный и новый танцевальный стиль – вот малая часть того, с чем столкнулись участники группы. Фишка группы в том, что исполняя песни на родном языке, важно сделать их актуальными для молодежи не только музыкально, но и танцевально. Тяжело было в том, что ты больше танцевал, а когда ты совмещаешь танцы и вокал, тяжело, просто неудобно. Ну, это тоже как привычка, потом ты уже нормально. Да, было посложнее, потому что у нас и динамичные танцы есть. Ладно, я привык там с детства уже петь вокально, просто выходил тоже на сцену, пел. А здесь еще плюс танцы. И еще надо понимать, что ты в группе, не один. Помимо своих сольных, песнь «Караж» обращает внимание молодого поколения на артистов, которые уже давно на вокальной арене. Так у группы вышел ряд совместных композиций с такими певцами, как Айдар Галимов и Дамира Саитова. У нас родилась идея, то, что через... Ну, много же народа, которые не понимают по-татарски, особенно молодежь, и старшее поколение говорит «учи татарский, учи татарский». Ну, таким методом не особо научишь людей и не особо заинтересуешь, так скажем. И мы захотели, так скажем, соединить русский и татарский, чтобы там молодежь начала, ну, интересоваться как минимум. Сейчас ребята продолжают заниматься любимым делом, выпускают новые песни, проводят концерты, а самое главное, набирают свою аудиторию, которая поддерживает творчество татарской группы, которая старается изменить взгляд на татарскую эстраду. Аделина Абдрахманова, Никита Акиньшин, Универньюс. В Казанском федеральном университете уже самый разгар сессии. Как справляются студенты, узнал наш корреспондент. В самый разгар сессии начинают происходить чудеса. Все, что было в семестре, учатся за одну ночь, а все долги внезапно сдаются. Сегодня мы спросим у студентов Казанского федерального, как проходит их сессия. Просто потрясающе. Нет, уже все пережил. Все отлично. Я истощена морально и физически, и надеюсь, что все это скоро закончится благополучным для меня образом. Очень волнительно. Хоть это и не первая сессия, но все равно волнуешься с каждым экзаменом все больше почему-то. Я морально раздавлена, морально расплющена, потому что я до этого несколько лет училась на заочном. И мне очень непривычно учиться в очном формате. И эта сессия, она для меня, пожалуй, одна из самых тяжелых, несмотря на то, что она более растянута, нежели чем на заочке. Есть же Apple Watch. Берешь, ремешок снимаешь, и вот этот маленький дисплей под руку кладешь и вот так списываешь. Секретный способ. Берешь листок, обязательно двойной, подгибаешь со всех сторон, телефон туда. Самое главное в списывании, друг рассказывал, будьте уверены, заходи сразу с телефоном в руках, никто не замечает никогда, потому что если прятать, то в самом видном месте. У меня наоборот есть история про то, как я не списала. Я помню, я готовилась к ГОСам, и просто все такие, вот значит у меня здесь шпоры, там шпоры, здесь такие пути отхода, там такие пути отхода. А я так переволновалась, когда готовилась к этим ГОСам и к этим шпорам, что я случайно все выучила. Мне достается билет, и я его легко сдала на отлично. Таких прямо отъявленных смешных историй у меня не было, но было дело, я два раза не пошла на экзамен, просто потому что я забыла, ну как так получилось, в общем-то, но все тоже закончится благополучно, я еще пока учусь. Да нет, наверное, прям что-то такого необычного, мне кажется, не было как-то. Обычно может препод не прийти, проставить, такое бывает. У меня есть одногруппник, у него слуховой аппарат. И вот по слуховому аппарату он попросил своего знакомого диктовать ему билеты. В итоге у него слуховой аппарат на всю аудиторию эти билеты говорил, и преподавал вопрос сказал, типа, все нормально, и выгнал его. Сессия, конечно, явление цикличное, с которым студенты сталкиваются регулярно. Главное найти в себе силы ответить на все вопросы преподавателей. Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Камиля Глякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова